Должен ли быть зефир, сделан на яблочном пюре? Почему в Америке совершенно не знают наши зефирки вот такой формы, а свои цилиндрические там надевают на палочку и только, представьте, жарят на огне? Сейчас расскажем. Ну и главное, разберемся, правы ли те, кто считает зефир более здоровым, чем другие, десертом. На пляжах Лос-Анджелеса бывает многолюдно, даже когда купальный сезон уже закрыт. Цивильно купив в магазине дров, мы идем на Доквайлер-бич вместе с хозяйкой зефирной компании Энн Хики и ее друзьями. Это их любимое место, где можно наблюдать за пролетающими самолетами, дышать океанским бризом, греться у костра и жарить зефир. Эта американская традиция началась с девочек-скаутов в 20-е годы. У них есть обряд, когда они собираются вместе вокруг костра. В то время маршмеллоу как раз только что изобрели. Маршмеллоу – это что-то вроде жевательного зефира. Он состоит из крахмала, кукурузного сиропа и желатина. Все взбито до состояния сладкой, упругой губки, которую американцы особенно любят в горячем виде. На огне маршмеллоу увеличивается в размерах, внутри становится воздушным и текучим, а сверху – поджаристым и хрустящим. Вы делаете это с детства? Я делаю это, сколько помню себя, я не шучу. Дома для этой цели у нас служил обычный камин или даже мусорный бак, в котором мы разводили костер. Каждому американцу знаком этот сладкий сэндвич – смор – расплавленная на огне постилка с шоколадом между двумя кусочками печенья. В переводе с английского – some more – еще немного, и от такого лакомства действительно трудно оторваться. Хотя оно и невероятно, даже слишком сладкое. Это удивительно. Отдельного упоминания заслуживает то, как тут все устроено. На песке стоят специальные бетонные чаши, чтобы ветер не разносил грязь и пепел по пляжу. И готовить здесь разрешают только зефир, никакого барбекю. А теперь переворачивай. Их не нужно держать в центре пламени, там слишком горячо. Лучше повыше и все время крутить. О, мои пальцы! Да, это довольно горячо. Они мне сказали, что я посвящен в этот, так сказать, орден, могу теперь делать американские сморы без проблем. А еще очень вкусно класть маршмеллоу в какао. Причем не только сами зефиринки, но и сделанные из них цветы, которые красиво раскрываются в горячем напитке. Интересно, что изначально маршмеллоу было лекарством. Само название переводится как мальвоболотное. Это растение также известное как алтей. Из его корня получали белую густую крахмалистую массу, которую использовали в качестве отхаркивающего средства. Но со временем ингредиенты изменились. Потом в маршмеллоу добавили сахар. И он стал идеальной сладостью, которую можно взять на пикник и пожарить на палочке. Наш русский зефир жарить ни в коем случае не стоит. Только продукт переведете. Состав-то совсем другой. Рецепт появился благодаря французам, которые добавили в русскую пастилу белки и сахар, что и дало воздушный объем. Масса получилась очень нежной и заслужила поэтическое название. Зефир в греческой мифологии – бог западного ветра. Конечно же, зефир в шоколаде, который для меня, например, стал настоящим символом Нового года. Всегда вместе с конфетами под елкой меня ждала коробочка этого зефира в шоколаде, перевязанная, я помню, изящными такими ленточками. Это действительно такие сладкие воспоминания детства. Отечественный зефир от маршмеллоу и других суфле отличается обязательным наличием яблочного пюре, которого должно быть не менее 11%. Диетологи это очень одобряют, ведь пектин из фруктов улучшает работу пищеварительной системы и не позволяет сахару быстро всасываться в кровь. Маршмеллоу, на мой взгляд, менее полезный продукт, потому что, исходя из его состава, это кукурузный крахмал, кукурузный сироп и желатин. То есть там отсутствует пюре, там не добавляется тоже яичный белок, и получается, что это углеводный продукт, любят его американцы греть, а когда нагреваешь крахмал, то гликемический индекс его повышается. Конечно, сахара очень-очень много, что в маршмеллоу, что в зефире. Но плюс по сравнению с другими сладостями в том, что воздушность дает объем, и наслаждение получаешь, а съедаешь на самом деле чуть-чуть. Например, по калорийности целая пачка зефира равна всего лишь примерно шести шоколадным конфетам. А если еще есть пополовинки, то хватит тем более надолго. Я себя так часто обманываю, я разделяю, и это уже типа две зефиринки, а не одна. Балерина Большого театра, актриса и мама двоих детей Анастасия Меськова готова разрушить легенды о жестких диетах танцовщиков и развеять мифы о зефире. Само собой считается, что мы все очень следим за фигурой и ограничиваем себя в калориях. Это, конечно, немножко миф, но в любом случае, конечно, я предпочитаю десерты легкие. Но как правильно выбрать зефир среди всего многообразия видов? Чтобы помочь Анастасии, мы пригласили технолога-кондитера Ирину Святославову и предложили оценить 7 образцов ванильного зефира разных торговых марок. Вот скажите, вот бывает, смотрите, тут такая, ну, не то что корочка. Да, это корочка. Я сразу могу сказать, что в соответствии с ГОСТом, в принципе, такая корочка не допускается. Здесь мы можем говорить либо о нарушениях технологического режима, либо о нарушениях хранения. Потому что вот эта корочка, это закристаллизовавшийся сахар. Это неправильно, да. То есть я сразу могу сказать, что вот из всех представленных образцов самый правильный, вот по внешнему виду, это вот этот. То есть он полностью соответствует тому, какой должен быть зефир. Вот такие должны быть четкие грани, ровные, острые. А, то есть видите, тут смазанное. Да. При выборе ванильного зефира очень важно обращать внимание и на цвет. Как блестит. Да, как снежок. Блестит, сверкает. И цвет он, смотрите, совсем другой. Грубого, не помал, да, грубый? Крем-бруле, да. А ничего. Опять же, как правило, такой цвет в зефире получается, когда был нарушен технологический процесс. Может быть, не хорошо взбит, не очень хорошо взбит. Ванильный зефир, он не должен быть белоснежный. Он не должен быть абсолютно белым. Он вот, если посмотреть, даже эти образцы, они не абсолютно белые. Они такие, да, как ванильного, что ли, цвета. А вот присутствие какого-то сероватого цвета уже, какого-то бежеватого цвета говорит о том, что, в общем, что-то где-то нарушено у производителя. Что-то пошло не так. О том, что что-то пошло не так, может сказать и неприятный запах. Если вдруг вы купили зефир, открыли его, а там пахнет характерный запах серы, вот сероводорода. Вот такой может быть. Да, особенно еще вот в советские времена такой бывалый. Да. Не совсем хорошо проведена стадия десертации. Лучше не есть этот продукт. Значит, в десерте содержится диоксид серы, консервант, используемый для предотвращения порчи фруктов. Как обстоит с этим дело у современного зефира, мы решили выяснить совместно с Федеральной службой по аккредитации. Издали семь образцов зефира на исследование. По результатам экспертизы в аккредитованной лаборатории выяснилось, что все образцы по этому показателю безопасны. Чтобы проявились хоть какие-то негативные эффекты, взрослому мужчине нужно съесть 56 миллиграммов диоксида в сутки. А в наших образцах этого консерванта оказалось менее 9 миллиграммов на 100 граммов. Иногда в зефире еще встречается потулин, вещество, которое образуется в яблоках в результате развития плесневых грибов. Его мы тоже не нашли. Впрочем, чтобы не бояться совсем, можно научиться делать зефир самому. Ирина, спасибо большое. Привет. Что мы будем делать? Ты когда не готовила зефир? Нет. Значит, я тебе сегодня научу. Держи фарту. Шеф-повар-консультант Илья Грибков дал Анастасии мастер-класс. Сначала нужно запечь яблоки до появления белой пены, потом добавить немного сахара, яичного белка и взбить. С белками надо будет работать очень быстро и не терять времени, поскольку они сразу принимают форму, застывают. Домови, они стоят, можно перевернуть, и ничего не высыпать, соответственно. После этого в белки вводится растворенный агар-агар и любая фруктовая или ягодная смесь для вкуса и цвета. Зефир у нас получился реально как воздушный такой балет, как музыка Чайковского. Прекрасная ассоциация. Настоящая песня. Конечно, считать зефир полезным продуктом нельзя, но благодаря не самой высокой калорийности и наличию яблочного пектина этот десерт можно назвать меньшим из всех сладких зол. Если изредка радовать себя зефиринкой другой, то никакого вреда не будет. Проверено на себе, нашей воздушной героиней.